2015 год для Нинецкого округа стал непростым с экономической точки зрения. Бюджет 2016 года принимался в непростых экономических условиях с учетом на еще более непростые. Обо всем об этом подробнее мы поговорим сегодня. Это актуальное интервью у нас в гостях руководитель департамента финансов и экономик Нинецкого округа Татьяна Лагвиненко. Татьяна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, в текущем году очень часто стали звучать такие формулировки, как новые экономические условия, оптимизация бюджета, экономия. Действительно ли 2015 год стал для нашего региона непростым? Давайте поговорим об итогах уходящего года, об финансовых итогах. Да, действительно, 2015 год был для нас очень непростым, но тем не менее бюджет по доходам мы выполняем с перевыполнением небольшим, поскольку мы корректировки внесли в ноябре. В целом выполнение по доходам будет на 101,5%. Мы получили доходы в рамках 16 миллиардов рублей. Расходы, конечно, превышают, это практически 18,9 миллиардов рублей, но тем не менее исполнение исполнения бюджета по расходам составило 96,1%. Дефицит, который, как если вы посчитаете, у нас покрыт за счет привлечения кредита в сумме миллиардов и остатков переходящих, которые были на 1 января 2015 года. Конечно, в течение года секвестировались расходы, проводились, проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по доходам и оптимизации расходов, на которые были приняты меры по уменьшению расходной части, по оптимизации расходов подведомственных предприятий, курируемых предприятий, учреждений. И действительно, очень серьезно проведена работа, но она как бы несколько взбодрила всех, и как всякий кризис, который в стране, он предполагает не просто, так сказать, шок, из шока мы уже вышли, это поиск новых идей, новых возможностей. Кризис — это вообще время очень хорошее для этого испытания, которое дается на, выпало на нашу долю. Я думаю, что сейчас уже все учреждения и предприятия понимают серьезность момента. Этого не было в начале 2015 года, а сейчас все уже, засучив рукава, приступают к тому, каким образом оптимизировать расходы в 2016 году. То есть секвестирование расходов этого года стало таким этапом для того, чтобы принять бюджет 2016 года. Его приняли на сессии собрания депутатов. Расскажите, каким он будет, наш бюджет? Бюджет сложный, непростой. Бюджет принят 17 декабря собранием депутатов. Доходы составили в бюджете 15 миллиардов и шесть десятых. Дефицит порядка трех миллиардов. Расходы у нас 18 миллиардов. Чем мы планируем перекрывать этот дефицит? Впервые, ну не впервые, а уже в 2015 году был заложен кредит, кредитование. И в 2016 размер кредита растет. Запланирован размер кредита в сумме 4 миллиарда 300. Из них 2 миллиарда пойдет на гашение кредита, который мы получаем в этом году и в начале следующего, наверное. Ну и, конечно, очень большие расходы на обслуживание долга. Это порядка 621 миллиона рублей. Но мы принимаем все меры с тем, чтобы оптимизировать эти расходы и как можно меньше брать кредитов, использовать какие-то свои источники. Вот. Тем не менее, в бюджете нашли отражение все социальные программы, мы все их поддерживаем. Социальная поддержка населения тоже предусмотрена в полной мере. В этом году предусмотрена индексация всех льгот на 4% с 1 сентября и общий объем на уровне 2015 года. Вы знаете, что в этом году уже производилась оптимизация, так сказать, расходов на льготы и выплаты. В следующем году она будет продолжена. Она продолжена с тем, чтобы не давать, а с тем, чтобы эти льготы выплачивались адресно именно нуждающимся людям, а не всем подряд, как мы сейчас делаем. Поэтому здесь будет проведена очень большая работа. И планируем, что будет запущен механизм социальной карты, чтобы мы увидели конкретных получателей. И вот здесь адресность, она будет соблюдена. Также я хочу сказать, что бюджет носит программный характер. 98,5% направлены на финансирование 25 государственных программ. Основные расходы бюджета носят социальный характер. Это образование, здравоохранение, социальная поддержка и социальная политика округа. Традиционные статьи расходов? Да, традиционные статьи практически все сохранивали. А что касается доходов? С чего формируется бюджет? Доходы у нас формируются в основном, это основные источники налог на имущество, где-то порядка 5 миллиардов 300. Налог на прибыль 2,5 миллиарда, налог на доходы физических лес 1,3 миллиарда. Также налог на прибыль от СРП, предприятие СРП от Харьяки, там 623 миллиона. И сами доходы от СРП 4 миллиарда 800. В связи с тем, что мы планировали бюджет, исходя из стоимости нефти, 50 долларов, сейчас она 36, да, ну, курс как бы 63,3, он несколько выше, но не так выше, тем более, поэтому у нас под вопросом получения 4 миллиарда 800 от СРП и налога на прибыль. Вот это, если налог имущества, это стабильный источник поступления доходов, то налог на прибыль и налог и доходы от соглашения разделе продукции, это проблемно, поэтому, в принципе, где-то мы считаем, что у нас под риском 3 миллиарда доходов поступления. Риски огромные. Да, да, да. Все это озвучено на межведомственной комиссии по доходам и оптимизации расходов. Все руководители, главные распорядители бюджетных средств понимают, что ситуация с 2016 года очень серьезна, и, в принципе, мы уже с января приступаем к формированию планов по оптимизации сокращения расходов. Ну, они должны быть сокращены оптимально, не затрагивая основные функции работы и учреждения, и власти. Можете привести примеры, если возникнет такая ситуация, что нужно будет где-то урезать? В первую очередь, в каких направлениях сферы это может коснуться? Ну, мы говорим о том, что у нас слабое звено в работе межведомственной комиссии, это все-таки создание новых рабочих мест, аутсорсинг. И вот эти все непрофильные деятельности, непрофильные функции, они должны быть выведены на аутсорсинг с тем, чтобы освободить бюджетные учреждения и создать здоровую конкуренцию на рынке. Это клининговых услуг, это уборка помещений, каких-то еще услуг с тем, чтобы мы могли, допустим, высвободить какие-то суммы для того, чтобы мы могли, допустим, сптимизировать расходы. Также сейчас, вы видите, наверное, уже докладывали до меня замы о крупномасштабных реорганизациях, централизациях, допустим, полномочий и функционала на верх. Это эффект масштаба, он даст и повышение качества этих услуг, и сокращение расходов. Поэтому все вопросы оптимизации мы будем продолжать. И от этого уже в 2016 году должны появиться реальные эффекты, реальные, так сказать, суммы высвобождения расходов. Если говорить о последних конкурсах, которые проведены, то очень большая доля собственных средств, которые предприниматели готовы вовлечь в оборот. Потому что не только они рассчитывают на поддержку государства, мы даем какую-то сумму, да, они привлекают, если мне не изменяет память, 19, по-моему, последних вот у нас заявок, ну, все заявки, которые были, вот, 36,6 миллиона – это собственные средства. Выделили мы всего 9. Поэтому это, в принципе, в 4 раза больше, чем мы выделяем. Поэтому это говорит о хорошем результате, о том, что у нас есть интерес у малого и среднего предпринимательства, и мы, наверное, делаем правильное дело, и мы поможем им с тем, чтобы они могли встать. Кроме того, у нас активно работает фонд поддержки предпринимательства, разрабатываем бизнес-проекты для начинающих, вот, рассчитываем их окупаемость. И уже есть отклики, последний, как вы знаете, у нас создан штаб, да, специализированный организационный штаб во главе с губернатором Игорем Викторовичем Кушиным, на котором мы рассматриваем. И он призван для того, чтобы преодолеть те барьеры, которые сейчас существуют на пути развития бизнеса. Различные, значит, какие-то бюрократические, время там затрачено на подключение к сетям, время на регистрацию. Вот эти все процессы сейчас созданные группы разбирают и выясняют, где мы можем ускорить процессы регистрационных действий и любых бюрократических вот этих процедур для малого и среднего предпринимательства. Также на этом штабе утверждены первые три проекта, да, которые мы разместили на сайте для поиска инвесторов. Это мини-пекарня, клининговые услуги и частный детский сад. А есть уже предприниматели, которые готовы заняться этими проектами? Да, есть, есть. По частному детскому саду у нас уже есть Грандбалл выигрыши, предприниматель, который будет заниматься. Сейчас он проходит лицензирование и дальше, я думаю, что у нас состоится. Он это как бы первый частный детский сад, я думаю, что будут и дальше. Частный детский сад довольно-таки непростой проект. Регион давно уже ждал того, кто захочет взяться за него. Вот появился такой человек, а будет ли ему оказана в будущем поддержка? Конечно. Мы, кроме того, что вот просто даем грант, да, мы в течение трех лет сопровождаем этого предпринимателя. Кроме того, у нас предусмотрено размещение коммунальных услуг, да, вот, какие еще возможны будут по ходу, мы оцениваем и будем выходить на депутатов тем, чтобы оказывать стороннюю поддержку. Вот сейчас у нас полтора миллиона грант. Предполагается, что будет кредит у нас, кроме того, еще со следующего года начинает работать микрофинансовая организация, и мы будем кредитовать субъекты малого предпринимательства. Тоже, мне кажется, неплохая такая поддержка, да, микрофинансирование и гарантирование. Да, гарантийный фонд мы тоже, гарантии мы тоже начинаем выдавать с начала следующего года. С того времени, как вот сейчас вступят в силу закона о бюджете, и с января мы уже практически начинаем. Татьяна Павловна, вот на фоне всех этих примеров возникает вопрос, непростые экономические условия, а люди все-таки как-то тянутся к предпринимательству, готовы заниматься бизнесом и вкладывать свои вот средства, и ничего не бояться при этом. Я считаю, что это не не бояться, это просто люди, которые ищут выход из сложной ситуации. На сегодняшний момент у нас очень серьезная проблема с безработицей. Мы, в принципе, и озадачены этой проблемой, потому что у нас как бы один из семь претендентов на место предлагаемой вакансии. Поэтому это очень серьезно, да, а предполагаем, что это будет 1,9, да, коэффициент приженности. Практически два человека на одно место. Естественно, что всех мы пока обеспечить не можем. Конечно, губернатор эту задачу ставит, и вы, вот на планерке было озвучено, что вносить закон о квотировании. Мы все свои гранты и проекты нацеливаем на то, что предприниматели должны поиск рабочей силы осуществлять как центр занятости. Мы должны безработных, допустим, им предлагать в первую очередь рабочие места. И вот этот социальный аспект, он основной, и он звучит во всех проектах. Это условия, которые мы вот штабом сейчас, ну, как сказать, предъявляем, и это прописано во всех порядках. Поэтому, в принципе, это будет очень жестко. И мы будем, прежде всего, чтобы у нас... Ведь самое главное для качества жизни — это работа человека и жителя округа. Поэтому рабочее место главное. А те предприниматели, которые рискуют и начинают искать анимацию, они просто перестроились, они поняли, что с неба ничего не свалится. Я говорю, что любой кризис — это испытание. И побеждает не тот, кто что-то выигрывает и получает какой-то, допустим, результат, побеждает кризис, и тот, кто не упускает руки. Это мудрость. Поэтому я считаю, что они молодцы, мы их поддерживаем, и будем дальше их поддерживать, вот, к крайней мере, выходить с предложениями. И сейчас уже вот эта работа начата, серьезно очень. Думаю, что она покажет свои плоды. Это то, что касается малого и среднего бизнеса, такие маленькие инвестиции. А могут ли в наш регион прийти большие инвестиции, серьезные? Да. У нас принят ряд законопроектов для того, чтобы мы стимулировали, стимулировали, ну, как сказать, стимулировали тех инвесторов, которые сейчас есть, вкладывать дальше. И ВРП у нас растет. Заметили, да, все равно 5% роста, как бы, ежегодно оно наблюдается. И в 2016 году эта пропорция есть. Принятым законом по стимулированию, вот, по льготе по налогу на прибыль, да, по стимулированию инвестиций, мы предполагаем, что до 2018 года у нас где-то должен быть прилив в 70 миллиардов инвестиций. Вот это по оценкам, которые нам дают предприятия инвесторы, крупные инвесторы. Это очень хороший показатель для региона. И я не говорю о том, что на сегодняшний момент мы по валому региональному продукту на первом месте в России. У нас серьезно здесь производится продукт. Но, конечно, в основном нефтянка. Поэтому в целом мы молодцы. Мы впереди планеты все. 70 миллиардов инвестиций вы сказали. А если... Нет, 170 миллиардов это заряд лет. Поэтому это как бы общий совокупный, который мы считали, прилив. Вот, но он может быть... А если по годам посчитается налог на имущество? Примерно сколько это? Какой результат может быть? Там есть всплески и падения... Ну, как сказать, резкие... Они у нас, по-моему, на 17-18 год. Вот так вот. А потом уже идет, пойдет спад. Вот 16-17 год. Это вложение в новые месторождения. Если мы приняли эту льготу для того, чтобы их удержать, чтобы они не изменили своей стратегии развития на нашей территории. Елена Павловна, также округ ставит акцент на развитии сельского хозяйства, на развитие агропромышленного комплекса. Появляются новые субсидии, появляется очень хорошая поддержка. Это тоже очень большой шаг со стороны администрации округа в таких непростых экономических условиях. Вот именно в этих непростых экономических условиях мы продолжаем всю эту поддержку для наших сельхозпроизводителей. Во-первых, увеличено количество субсидий. Я так понимаю, что мы стараемся охватить максимальное количество получателей и с тем, чтобы, если, наверное, Олег Ануфрич уже рассказывал, что у нас и крестьянско-фермерские хозяйства сейчас получают субсидию, и это очень хорошо. Мы стараемся вот на следующий год, несмотря на то, что денег мало, и мы все равно это все предусмотрели, и всю эту политику будем продолжать. С тем, чтобы, по крайней мере, сдерживать рост цен и постараться как-то нашу реальную заработную плату поднять, потому что это одна из позиций, которую по указам мы на сегодняшний момент не выполняем. Если средняя заработная плата у нас растет и растет хорошими темпами, то реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, достаточно низкая. Эта задача поставлена нами сейчас, и мы создаем рабочую группу тем, чтобы разобраться, где же у нас все-таки здесь происходит большой рост. Предполагаю, что все-таки половину своих доходов мы отдаем на коммунальные платежи. Вот это один очень-очень серьезный, так сказать, комплекс мероприятий, которые мы будем делать в следующем году тем, чтобы стабилизировать рост цен. То есть высокие тарифы у нас? Высокие тарифы, конечно. Высокие тарифы, по сравнению с другими регионами, они стабильно растут, у нас не снижаются, они не приближаются к экономически обоснованным. У нас недостаточные общественные институты влияния. У нас есть межотраслевой союз потребителей, но как-то вот тем не менее рост цен происходит, рост тарифов идет. Наверное, нужно как-то вовлекать общественные массы более активно. Сейчас, когда такой период кризиса, каждый должен задуматься о своих расходах, подходить к критическим. И действительно, может быть, мало экспертов с тем, чтобы оценить, почему же эти тарифы растут. Хотя мы где-то предполагаем, что у нас создаются фермы, управляющие компании, потом закрываются, и мы вот это все несем на своих плечах. Может быть, пора сказать нет? Может быть, пора прекратить вот это все дело и начинать платить за те услуги, которые мы реально получаем. И по той цене, по которой эта услуга реально стоит. Вот когда каждый потребитель, каждый житель поймет это и не будет пассивно сидеть и платить из кошелька, наверное, тогда мы что-то в регионе сделаем. Татьяна Павловна, давайте еще поговорим о 5-процентной ипотеке. Механизм запущен, уже есть первый счастливчик, кто воспользовался таким предложением. Расскажите немножко о механизме тем телезрителям, которые, возможно, еще даже, может, не знают о нем. Да, это очень наболевшая тема. Мы очень долго, так сказать, внедряли этот продукт, да. На сегодняшний момент эту программу. На сегодняшний момент первый кредитный договор подписан. Предполагается, что в этом году будет еще 6 получателей данной ипотеки. пока работает один банк. Кредит данные граждане будет получать под 5%. Остальное мы возмещаем банку. Сейчас у нас работа по... То соглашение у нас было заключено на 15-й год. Сейчас буквально с момента подписания, ну, завтра, наверное, состоится закон о бюджете, мы начинаем заключать соглашение с банками на 2016-й год. Предусмотрено у нас порядка 46 миллионов на эти цели. А сколько примерно это человек? Можно уточнить? Ну, мы считаем, что где-то порядка 500, по-моему, сейчас могу неправильно сказать, но где-то... Много. Да. Понимаю, что, скорее всего, не ваш вопрос непрофильный, но все-таки, чтобы брать этот кредит, нужны квартиры. Строительный жилищный рынок у нас развивается не очень быстрыми темпами, и вот возникает вопрос, где брать жилье? Ну, дело все в том, что вообще сейчас несколько оживился строительный рынок, да. Вы знаете, что Версайм закладывает и будет строить дом Печора Девелопмент сейчас уже как бы на стадии. Поэтому я думаю, что у нас будут квартиры, когда поймут, вот когда первые получат эти ипотеки, поймут, что действительно округ заинтересован в развитии строительной индустрии. Ведь для этого был этот закон. То есть это такой импульс для строительной индустрии? Да, да. Наверное, когда оно заработает, тогда что-то изменится. Но вы сами понимаете, период кризиса строить очень тяжело. Учитывая, что строительная отрасль во всей стране лежит на боку. Тина Павловна, время нашей передачи подходит к концу. Давайте, наверное, поговорим о том, каким все-таки станет следующий финансовый год. Что ждать жителям нашего округа? Год будет сложным, но не безнадежным. Я считаю, что появятся новые идеи, появятся новые варианты, появятся новые механизмы. И действительно, когда мы поймем, мы не будем, так сказать, сидеть и думать, что что-то где-то само случится. Когда мы сами возьмемся за дело, будем работать, будем создавать. И, так сказать, бизнес, будем рисковать, будем, ну, рисковать нужно тоже с умом все просчитывать. Мы оказываем помощь для тех, кто хочет это делать. Вот. Я считаю, что с учетом того, что уже в конце года у нас есть определенное оживление, да, то в следующий год продолжатся просто все вот эти механизмы, и он будет не самым худшим, хотя бы непростым. Спасибо, Татьяна Павловна, за очень интересную беседу. Напоминаю, у нас в гостях была руководитель Департамента финансов и экономики Ницкого округа Татьяна Лагвиненко. Это было актуальное интервью. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok